Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня мы посмотрим самые первые видео ютубера по стендоу 2, и даже более этого я вам покажу мои самые первые видео, которые я снимал более 7 лет назад. Ну что же, надеюсь, вы готовы. Прожали лайкусик, подписались, чики-бам-бане, поехали. Ну и конечно же, смотреть видео мы начнем с канала Кент-ПК, то есть с меня. Давайте, ребят, посмотрим, каким же Кент-ПК был 7 годиков назад. Ауф! Ну что же, надеюсь, вы готовы, ребята. Мой вам совет, сильно не смейтесь. Кент на проводе, всем привет сегодня, брат. Как меня вообще кто-то смотрел? Вот просто раните, речь сколько просмотров. 75 козырей, да вы что, на прикольный просмотр больше, чем сейчас, на моем самом первом видео. Обалдеть! Кент под названием Russian Handy. ТОТ? А ну-ка, немного разворачиваемся назад, и едем в обратном направлении. Хана. Если честно, мне стыдно, ребят. Мне реально стыдно. Все отлично. Вот мы подъезжаем впритык по пути. Это видео снималось 7 лет назад. Получается, мне было 17 лет, и я в 17 лет снимал такую дичь! ЧЕВА! Это, знаете, то же самое, когда сейчас школьники снимают мубики по сцене О2. Оооо, ребят, а вот тут-то пошел контент по трубам. Мое самое первое видео по Миникрафту. Притом это Майнкрафт на телефон. Привет, Кент, на проводе. Сегодня стартует цикл летсплеев по Майнкрафт Покет и Ди. Нормально! Лайк за Миникрафт, ребят. Ну, лайк-то надо поставить-то, юхо ты попай. Играем в версии 12.3. Буду очень рад, если вы сначала видео поддержите меня лайком. Блин, я помню эти времена. Знаете, на кой микрофон я снимал? У меня были наушники с микрофоном. Я, грубо говоря, эти ножки наматывал на шею, микрофон у меня свисал вот ровно тут, и я вот так вот снимал видео, грубо говоря, записывая экран с телефона. Блин, какие были классные времена. Я просто помню эти времена, у меня был очень слабый телефон, не было денег вообще. Не то, что сейчас в Кент-ПК богатая жизнь. Стой-то, ребят, я был нищий, вообще ничего не было. Снимал на какой-то телефон, на который я собирал полжизни, купил его там за 2000 грин. Выпускать поочередно, то есть один раз выпускаю обзор игры, а второй раз выпускаю летсплей. Понятно, пацаны. Ой, какое классное озеро, честно говоря. Что, а у меня монтаж раньше был? Паша, я пока что из монтажа вижу только громкую музыку и все. Я хотел бы жить тут посредине озера, поэтому мы построим именно тут платформу. Ну давай, строим, строим, дорогой ты мой, строим. Какое же тут неудобное управление, но скорее всего это из-за того, что я просто сам не привык. Думаю, что уже все... Какой я луп, какой я луп, я даже ему блок поставил, смотри. И я вполне привыкнул. А давайте прямо сейчас посмотрим мое первое видео с вебкой. Вот это реально будет лютый разнос. В начале данной видеоролика хочу вам всем прикидать канал под названием PvP Mastermind. Просто представьте, раньше были такие времена. Я продавал рекламу по 200 рублей, и у меня была очередь, ну, наверное, видео на 10 вперед. Блин, были классные времена. Блин, мой хороший друг, он снимает... Ля, посмотрите, мое выражение лица, такое ощущение, что я сейчас уснул. Очень часто... Ни освещение, ни прически, вообще ничего. Я могу сказать спасибо, Арум и Тайберс. Вы великодное обновление. Ребята, им на сегодня вышла новая версия 4. Ля, просто, вот, если честно, вот я смотрю, ну, мои эмоции, какие были раньше, можно было и без вебки снимать. Ну, такой, ну, хляк, ну, юга, не вебай. Кин, тухо, писать, муха. Давай нормально снимать. Ну, давайте мы прямо сейчас посмотрим мое первое видео по стендам 2. Приветик всем, ребята. Кин, здорово, малый. И сегодня я вас научу, как, ребята, можно поднять бабла. А именно голды. То, что надо. И поднять бабла. И все, ребята, это совершенно бесплатно. Так что, пожалуйста. Чего, МД, Байонет? Ты еще 800 голды. Дядя, ты на приколе. Только двумя способами. Первым. Первым через постель. Вторым через рот. Ой, известно. Это получить бесплатное оружие и его продать. И второй способ, это, ребята, трейдинг. И сегодня я вам о нем все расскажу. Давай рассказывай. Мы покупаем дешевле, продаем дороже. Ну, прям как арбузы на рынке, да? Я думаю, вы поняли. Самое главное во всем этом деле, это найти подходящий трейд. То есть, чтобы мы купили дешево. Плюс, учитывая комиссию 20%. Раньше была комиссия 20%, не 25%. Но я предлагаю, давайте-ка мы прямо сейчас посмотрим первое видео тиктака по стендову. Вот тут-то точно будет весело. Обалдите, ты видео набрал 900 тысяч просмотров. Давайте смотреть. Смотрим, что из него нам выпадет. И так нам выпадает из револки. Ого. Не, слушай, монтаж очень неплохой. Че-то то, что это видео снято более трех лет назад. То монтаж вообще пушка. Ну, неплохо, дядь. Ну, неплохо. Я думаю, да. Ребят, всем привет. И прямо сейчас в этом... Капец, у тиктака раньше не требовал гифтбокс. Ёханево, байзнал бы он сколько будет стоить. Видимо, мы откроем с вами все кейсы, которые существуют в игре стендов 2. И все боксы, которые существуют в игре стендов. А, давайте револ кейс один откроем. Револ, братик, райвел. Один револ кейс. Отсюда выпадают вот такие вот новенькие ножи, которые буквально недавно добавили в эту коллекцию. И... А, прикиньте, ее только тогда, только недавно добавили. Сейчас ее уже убрали недавно. Афгена ЛВП, которую я хочу сегодня выбить. Но, конечно же, я думаю, у меня она не выпадет. Но все же попробуем. Давай. Окей, открываем револ кейс и смотрим, что нам выпадает. Выпадает нам сегодня, в принципе... Блин, опять почти нож, опять почти нож. В принципе, неплохо. Нам выпадает МП-7, которая стоит примерно 20 голды. И это очень круто, блин. Неплохое оружие, хотя бы что-то, хотя бы... Неплохое? Тих-так, братик, я тебе расскажу секрет. Это очень плохое оружие. Я тебе, как человек из будущего, говорю, ну, мой тебе совет. Купи оружие кейс и просто держи, просто держи их. Че, Тих-так, прямо сейчас откроет гифтбокс. Последний гифтбокс. Чувак, не открывай, он пульс стоит 17 голды. Нет, не делает ошибку. Обалдеть. Сейчас бы Тих-так байкил бы, наверное, минут 40 перед открытием этого гифтбокса. Потом бы сказал бы, все, прийдите на мою телеву. Ха. И не открыл бы. Ха-ха-ха. Да ладно, шучу, открыл бы. Просто чекайте. Да, нам выпадает Фюриус Бокс и... Просто представьте, как бы он сейчас бы кричал бы, если бы сейчас бы выпал ему Фюриус Бокс за 18 голды. Из Фюриус Бокса нам выпадает тоже какой-нибудь шлак. Ну а прямо сейчас хочу посмотреть самое первое видео Рика. Потому что я помню, что Рик примерно одновременно со мной начинал снимать Стэндо 2. Давайте смотреть. Всем добря, чуваки. С вами тут, как обычно, Рик. И сегодня мы снова с вами пооткрываем кейсы в 10 таких боксов. И на оставшиеся деньги я куплю вот этих кейсов. Обалдеть. Рик даже не знал названия Фюриус Бокса. Не знал названия Фюриус Бокса. Он говорит, ну я открою эти боксы, эти кейсы. Так, ладушки, давайте быстренько вот откроем вот эти боксы. Но они... О, о, ребят, прикольно, прикольно. Мне, кстати, нравится этот скин. Он очень такой четенький. Блин, красивый. Слушай, у меня такое ощущение, что, знаете, что ничего не поменялось. Какой Рик был раньше на позитиве веселый и смешной. Таким он остался и сейчас. Очень яркий, прикольный скин. Странно, что он так недорого стоит. А ну сколько он стоит? Найти на рынке 23. Обалдеть, какой раньше был рынок. Че? Че это за какаха? Я как будто телепортировался в эру динозавра. Да, 0,23. Даже... Да вообще ерунда. Так, ладушки. Давайте открываем сразу. Давай, ладушки, ладушки, погнали. Поехали. Что же тут? Вообще ничего. Ну... Камоночка. Ну, конечно. Блин, ну, ё-моё, вообще. Мне так нравится, когда Рик недовольный. Ну, ё-моё. Ну, вообще. Рик, братик, эту жизнь. Так, ну чё, почины, погнали. Прямо сейчас посмотрим первое видео обовина. Блин, я удивлён. Оказывается, раньше обовин снимал видео по КС. Я даже не знал. А где стендов? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ля-а-а. Это видео обовина. Посмотрите, какие сейчас снимают школьники. Ха-ха-ха. Так, я на всякий случай, ребят, выключу музыку, потому что музыка САП. Блин, эти эффекты. Э, а чё тут делать видео по стендов и КС-ка? Ха-ха-ха-ха. Блин, я не могу на приколе. Он, типа, совместил две игры и снимал и КС-ку и стендов. Ёханый, баба. Блин, бедный обовин. Через что он прошёл? Просто представьте. Блин, посмотрите, какую нику обовина. Я, кажется, переводить не хочу. Но, скажем так, не очень культурная обова. Это что с дела-то? Так, ребята, прямо сейчас я хочу посмотреть самое первое видео моей девушки Анетки. Ну, а прямо сейчас мы посмотрим самое первое видео моей девушки Анетки. Ну и всем привет, с вами я Анетка. Здорово. Чтоб понимали, это насколько старое видео. Да тогда Анетка не умела монтировать видосы. И она просто снимала все видео в моём аккаунте. У неё даже не было своего аккаунта. И вы знаете, кто монтировал видео? Я! И вы заметили, что я на аккаунте Кента ПК. Да заметили. Ну ничего, мы немножечко покрафтим. Покрафтим. Что нам покрафтишь? И мне надеюсь, что выпадет что-нибудь годное. Ха-ха-ха-ха. Блин, просто представьте. То есть раньше она снимала видео с крафта комонок. То есть крафт комонок это было видео, которое по итогу набирало 40 тысяч просмотров. Блин, обалдеть. Поэтому давайте начнём с крафта комона. Давайте. Пожелаю себе удачи, удачи и крафт. Она просто не знает, это окуп или нет, самый угар. Ничего, это тоже, кстати, очень плохо. Ну ничего. Ну ничего, ничего, ничего. Ну ничего, ничего, так ничего. Что если мы за это продадим керамбит гол? Какой керамбит гол? Всё, крафтим и М40 Pro. Вы просто посмотрите, она не знает, или радоваться, или грустить. Она не знает, это окуп или нет. Ну ничего, как сказать. Знаете, мне так нравится, она после каждого крафта говорит, ну ничего, ну ничего. Это ложевые скины, но в принципе неплохо. Это очень неплохо. Что вы понимали, у неё видео идёт по длительности 3 минуты. 3 минуты! И последний крафт, который она делала, это был самый дорогой, это крафт Эпиков. Раньше крафт Эпиков, это как сейчас, крафт легендарок с саттреком в Соружин коллекции. Вы же понимали, насколько это было и казалось дорого. И дробашный карманстер. Короче, какаха или не какаха? Она же не знает, радоваться или нет. О, что? Керамбит голд стул раньше 20 кголды? Хана, ребята. Изобретите машину времени, я хочу вернуться назад! Ну что же, ребята, я думаю, то, что надо, прощаться и нам. Если вам понравилось подобное видео, прямо сейчас прожмите лайк. Обязательно напишите хэштег гопродолжение. И если мы продолжение этой рубрики, будем смотреть самые популярные видео ютуберов. Или, например, будем смотреть самые смешные видео ютуберов. Ну и так далее. Также не забудьте подписаться на мою телегу, потому что кто подпишется, сможет получить на халяву 10кголдишки. Всем нужны ссылочки в описании. Всех обнял, приподнял. Всем удачи! Всем пока!